короче раз-два-три начались вот это удар люблю я вкусно пожарать очень вкусно смачно ешь короче приехал инспекция вообще не поднимается до десяточка чем уже не нарушили правильно если я понял спасибо все под контролем пути сразу разбежались 700 друзья всем привет очередной день в котором мы на севере томской области ловим крупного хищника в общем я думаю будет видео интересно и сейчас коротко расскажу про лагерь и как мы здесь обустроились значит мы находимся на берегу реки вот здесь эта маленькая речка впадает в реку в реку вот и у нас стоит лодка которая снаряжена уже загружена подготовлена с утра я стал пораньше и загрузил все вот и у нас две палатки ну рядом понятно машина с прицепом где находится все дополнительные вещи и запасные и так далее палатка используется для ночлега для того чтобы переночевать там стоит печка на дровах и раскладушки вот шатер чисто для того чтобы там готовить кушать перекусывать общаться палатка снегирь челябинская довольно такая просторная вот она полонг лонг 4 до 4 лонг так и вот у нас две раскладушки моя и евгения залог хорошего сна блины чтобы было тепло это правильная комбинация вот у нас допустим есть раскладушка да вот далее идет у нас сам одувающийся матрас он создает прослойку от которой который предотвращает замерзания отмерзания и только потом идет теплый спальник туристический у меня еще здесь подушечка вот тоже сам надувающийся у евгения все то же самое евгений очень профессионал насчет кемпинга туризма у него свой магазин про отдых поэтому все вещи его все тут продумано максимально печка на дровах называется intent что характерно и необычно для печек то что здесь лазерная сварка используется лазерная резко то есть она вообще получилась очень крутая и вы заметите что вот мы уже переночевали три ночи и и не повело не искореживала ничего нормально вот здесь есть экраны они довольно быстро вот так убираются если что для транспортировки и устанавливается такая вот крышка там догорает как палетные штуки вот такие спрессованные опилки вот мы используем их для урла берлин по он продается вот там догорает и нормально есть такая технология используется за счет поворота вот этого рычажка меняется степень захождение воздуха тем самым мы можем регулировать подачу кислорода и соответственно горение внутри вот в комплекте ножки вот эти все складываются ничего не надо вставлять регулировать никаких барашек и много очень труб идет в комплекте едва перегиба вот здесь специальная ткань чтобы ничего у нас не сгорела на кстати по поводу полов к снегирям вы знаете многие таки типа да мы купим утеплитель там в левой мерлен сами вырежем в чем фишка видите вот они склеены квадратиками то есть она собирается в такой прямоугольник и получается для транспортировки очень удобно а вот эти вот рулоны катать ну можно конечно заморочиться ну если вы едете на природу с комфортом что эта вещь небольшой ветерок ожидался мы поэтому сделали две растяжки поставили то же самое на шатре шатер используется тоже для еды для кухни так скажем посиделок вот такой довольно большой объемный здесь стоит дополнительный стол на котором мы разделываем рыбу это удобнее там не заморачиваться сюда вышел и здесь этим занимаешься так внутри у нас шатре кроме евгения есть еще один стол стульчики титанат у нас обеспечивает питание здесь то есть мы сейчас возьмем его в лодку поставим также он там заряжал еще дополнительным батареи здесь все заряжается плитка горит тепло чуна звучание сковородки это все все по фуншую и здесь все подсохнет да да тут удобно что плитку чуть включили она шает у нас шатре всегда тепло мы здесь сидим разговариваем кушаем классно короче у нас поездки используется очень много вещей вот же не профессионал по кемпингу вот к нему можно обратиться есть что проконсультироваться магазин про отдых да да вот у меня подход такой в магазине это такое мое большое большое хобби что человек приехал ему нужно вот это вот все собрать он должен это увести поставить и потом сидеть кайфовать поэтому все это можно у меня собрать по промокоду сибири получить скидочку приятно еще у нас распродажа всякой мелочевки включая летнюю рыбалку там скидки 30 процентов вы знаете не вот это вот типа 100 рублей накинул 50 скину как в черную пятницу у нас бывает а честные хорошие большие скидки так что пока еще не все выгребли вкусненько заходите заказывайте магазин про отдых ссылка есть в описании в закрепленном комментарии вот на этой лодке мы будем сегодня рыбачить поставили сихо лоты мотор гайды хотя бы весла приходится вот эти сети обходить которые перекрыли здесь вход в реку видимо здесь очень много рыбы крутится из-за впадения питательной речки маленькой вот сети вот здесь заканчиваются и дальше мы будем сейчас запускаться два белых лебедя остальные серые молодые и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы прибыли на место ловли И сейчас покажем начало, как мы начинаем поиск Обрабатывать место начинаем и так далее Вот сейчас прибыли в зону И начинаем смотреть структур сканер И на карте отмечать какие-то рыбы, коряшки Вот у нас два эхолота, один у Евгения девяточка Он смотрит у себя, я смотрю у себя, сравниваем, подсказываем Выбираем рыбок интересных и ловим Да, обычно, когда только один с телевизором, второму скучно Да, либо приходится туда лезть Да, да, у нас никто не скучает, все смотрят свою картинку, сравнивают А у нас интересно, да, всем Вот мы начинаем идти, и вот здесь вот видим много мелочи Вот она прям натыкана И вот крупненькая, типа щучки, может быть, стоит То есть вот по этим, как бы, меткам мы смотрим Находим вот коряшки с какой-то вот щучкой С крупной рыбой Вот, и ориентируемся по этой мелочевке Отмечаем на карте все перспективные Вот, вот, тут, наверное, щучка тут стоит Вот, видите Вот подъем с канала пошел Так, друзья, у нас сегодня не просто рыбалка, а, как это, батл, да, по-иностранному Ну, я назову это просто соревнованиями В общем, мы решили провести такой эксперимент Ловить на крупные приманки И на мелкие Вот Евгений будет на меленькие ловить Я на крупняк Вот, посмотрим, что из этого выйдет Можете написать в комментариях Ваши ставки, кто поймает больше по количеству, а кто по весу Ну, а в видео увидите результаты Вообще, что-нибудь поймаем или нет Все, погнали Да, у нас будут две номинации Одна будет за количество рыбы Вторая за самую крупную рыбу Ну, и сражаться будут хайповые большие приманки Против прошлогоднего героя Да, стримера Стримеру петухи Но про приманки мы попозже расскажем Сейчас начинаем ловить, посмотрим, что получится Также у меня большие надежды на вот такой Я не знаю, как вот так вот Может показать На вот такую вот мышь Вот, пока не было поклевок Вот в прошлых рыбалках Но посмотрим сегодня, что будет Короче, раз, два, три Начались соревнования Старт дан Главное, чтобы нас рыба в одни ворота не сделала Да, да, да В итоге победила дружба Никто ничего не поймал Че, у вас поклевка? Да Че, все Хорошо, у нас нет номинаций по количеству тыков По количеству тыков? Я бы проигрывал бы сейчас уже О, я же сказал Я же говорю Кто-то делает свое дело Вот и Женя Только камеру выключил я И Женя всек Ну, небольшая, да? Ну, мы вот такие видели И у меня сейчас стычок был Слушай, мы таких вообще здесь не ловили никогда Прямо что у нас приманки были большие А сейчас у меня нормально А, ну да, сейчас же у тебя уже это Ну, это же не бывает Ой Летела? Нет, мы бы ее все равно отпустили А, а не считается, я так понял Блин, нифига Ух ты Ух ты Нормально, да? Ну, уже получится А теперь получится Может Спиннинг, смотри, загибается Ну, что, убрать пацак? О-о-о-о Не-не-не-не О-о-о А это тебе не до 160 грамм палки 2-0 Ага Ну, как мы и ожидали Маленькие приманки Это количество рыбы Однозначно Выигрышная ситуация Ох, а бьется, бьется Мы, кстати, сейчас рыбу-то уберем У нас крайний день, завтра домой Поэтому Едовая Мама будет рада И слева на петуха Фиолетово Фиолетово, да Которую ядово, да? Или нет? Не знаю Фиолетово, нормально Крупняк скоро выйдет Охотится Ну ты, Вася, вообще Останется мама без рыбы Скажи, что ты так и хотел отпустить Да, да, ребят, видели, как я слеп гриппа нежно отпустил Ну что, у нас появился лидер Женя поймал две И был сход, да? Один сход, один тычок А у меня была только одна поклевка Вот, но мы все равно выжидаем активность Она где-то в районе обеда Вот, поэтому мы сейчас перекусываем У нас есть печеньки, чай, шоколадка И будем ждать, да? Ну да, а что нам еще остается делать на рыбовке? Ждать, когда рыба придет Да, зачем за ней бегать, если можно дождаться А что за ней бегать, если она сопит? Если ее нет, да У них только трех миллионов начинают О, бровка пошла Здесь медленная проводочка такая Опа, ах ты, что такое, блин? Не, моя Ну как так-то? А это поклевка? Ну поклевка не прям сильная, но уверенная Никак я не продирую Медленная-медленная проводка Капризничает пока что, да Право, 12 Силки-то раскидывали Да Значит, у крупняка нет Куда идеальнее проводка? А, да ладно Поклевка? Легкая поклевочка Нет, несколько петеволосов между дубов Раскочили бы За крючка не допунили Один крючок Он такой За крючка не допунили Она клюнула ей в бочину Куда-то Ничего себе Может, ты просто ее забагрил? Не, была поклевка Бывает, знаешь, когда это Ну, некрупную щуку тоже такая Ух ты, хорошая, да? Да Это лучше, чем блюдо это Куда вышел? Не трупная, но приятная Так, у меня слева спиннинг остался Нормально бы Собрать спиннинг мне Давай соберу Ну, казалось, больше, да? Молодец Четко выставить Работает По времени вышла она И по эхолоту вы видели Да ты знаешь, нормальная щучень Слушай, нормально Хотел бы вам немного рассказать Про свою коробочку С так называемыми петухами На самом деле Называются они стримеры Пришли они к нам из нахвостовой ловли Такие типа большие мушки Вот, местный умелец сибирский Долгое время их делал И Вы знаете Это мои самые, наверное, любимые Приманки по холодной воде Они бывают разные То есть тут Размер Да, то есть вот такие вот маленькие На крючке Наподобие оффсетного Чтоб получше по корягам проходил Да, бывают Вот Покрупнее Сейчас мы найдем покрупнее Вот такие вот Покрупнее Там 12 сантиметров Такие же бывают Там пятнашки Считается, что вот такие приманки Которые идут без перьев Это больше судаковые варианты Вот А щука больше любит Более объемные с пером Вот Не удалось пока еще выяснить Так ли это на самом деле Ну, с пером моя любимая приманка Потому что На нее и судак, и щука ловится Бывают вот такие Например, по пассивному судаку Хорошо работают У них еще второй крючок маленький Сзади есть Когда судак прихватывает За самый кончик Он выручает Ну, это герой сегодняшнего дня Мой любимый цвет фиолет Вот И тоже сегодня Были поимки Вот на вот этот вот Красивый Красивый цвет На том году В том году тоже Больше всего поймал на фиолет Потому что и ловю, наверное, больше всего Так-то работают всякие цвета И бывают вот такие Большие приманки Они на двух крючках Главный минус Что они летят плохо То есть Когда я работаю по площадям То есть Мне нужно максимум площадей Покидать Конечно Этот вариант менее предпочтительный Потому что не получается Далеко закинуть А когда мы отрабатываем точечную рыбу То да, имеет место быть Главный минус этих приманок То, что их, к сожалению Сейчас не купить Вы будете спрашивать в комментариях Это уже было Где купить Были когда-то у меня в магазине Но, к сожалению, сейчас мастер Ими больше не занимается Поэтому Это вот остатки роскоши Вот Пока они у меня есть Конечно Я буду на них ловить Вот Ну, конечно Эта приманка не серийная Невоспроизводимая Делается только одним человеком И не всегда При этом материалы сейчас в дефиците Сильно подорожали Поэтому Что будет дальше С ними непонятно Ну, а я пока Участвую в батле И пока В одну калитку Выигрываю Большие приманки Ну, посмотрим Скоро выход Посмотрим, что будет Ты? Легкий-легкий пучок Рыба маленькая Ага Слушай Немаленькая Это вырастает Вырастает Так, ну, пацак готов Может, забагрил ты ее? Чуть-то она как-то странно Ведет себя Женя ловит очередное Можно считать третью Опять петух Ну, я имею ввиду Приманка Что-то Шутки за 200 Вот такая Приманочка Я вообще молчу Как твоя приманка Называется Ядовая рыбка Само то Да-да-да-да Берем Берем У нас тут пукан Рассчитан на 10 рыбок Но Вряд ли мы полностью заполнил Но будем стремиться Надо же рыбы уехать домой Ух ты! Ничего себе под лодкой, да? А? Сейчас я поменяю цвет Ух ты! И есть! Вот это удар! Я только-то выкину Вот это удар! Охренеть! Я просто забыл, как это В принципе Слушай, это хороший вообще Ааа! сдаётся нет слушай слушай что-то она уже она прям хорошая а сначала была хорошая потом еще стало слушай вообще не поднимается это палочка до 160 боком это же дала даже мне вот так возьми что-то еле держится у нас рыбы мало а я дальше до распутаюсь аккуратно да 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 а где у нас все они не не нормально сейчас вот все все лови лови пока выход ох ребята реально я забыл уже как это просто происходит такая 4 наверное ну какая была поклёвка просто да смотри еле держится он так сойдет ну чё дальше не так быстро как хотелось но время выхода пошло отпускаем на кукане блин еще и подлодкой в жарила конечно пасть открыла мне казалось что там реально какой-то этот бонус вот так вот мы сканируем ищем возможные варианты пока что рыбы чудо не особо ух ты ух ты вот конечно и на бы биг байк и поклёвка тоже пойдет да так готовлю у тебя на выбор всегда далеко смотрю такая дешечка я готов вот что хороший опять боком боку спеть букву ночью будешь брать сам ну вот тоже хорошо но вот же не очередной поймал не крупная пузатенькая но не давая собой под два наверно бы самый смак ребят всегда открывайте дужку у меня это один раз меня спасала вот видишь стример там в шахте весь стример для почему магазины до сих пор производители не стали делать стримера хорошо что это ручная работа ты его не сделаешь что его за и самки мастерство отдельного человека по подбору материала по тому как это все связать к сожалению это плохо тиражируется а то что тиражируется она очень такой простенькой так вот у нас рыбка такая получилась рецепт вы видели очень вкусно даже еще у нас печеньки достать есть еще и клубаса самодельно здесь ночью колбаска из косули вот печеночка кстати пахнет запрос там все подряд скрыть срок хлебушек еще оба вот здесь это закосе не всегда две стоят и она то сюда смещается то опять уходит сюда вот здесь теперь пошла велика пастушков не ну должно быть щука стоять нету растая человек стоит да пойдет отлично фото щука сейчас мы ее поймаем вот ребята вот так щука примерно 456 килограмм сейчас бы поймаем и ухты ухты пацан это пацан да смотри чё хорошенькая вроде они башкой дергает начало еще я понял спасибо смотри спиннинг вообще хорошо гнезд давай на ту сторону давай на ту стали четко по щуки да наконец-то я бы согрелся это подводная лодка кстати у хороша ой 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 это десяточка вот тебе петух блин а крупную приманку не захотела были да я видел это сбоку это да это кайф кто бы думал да уже домой хотели ехать да нет может быть и 10 похоже на 10 реально похоже сначала как бы встала да я такой это момент она меня пошла эти большая то ли нет непонятно быстрее 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 там самая рука по локоть она упрял сбоку кух друзья мы хотели ехать домой уже я как всегда удивляет говорите просто вот это рыбище на петуха казалось бы ну-ка ну-ка а с ней назад но мне кажется 10 потому что то что прям выглядит на 10 2 3 4 5 6 7 11 12 312 700 каждого с половиной вообще широкая она такая же длинная как пятнашка не длиннее ну давай это самое подними и покажи вот это завершение мы собирались уезжать увидели щуку встали по колоту и она сжахнула я немножко промазал кинул в сторону женя в ней попал и она выбрала петуха но пару слов о петухе день на работает работает отличная приманка она собирает всю рыбу понятно но имеется ввиду по размеру понятно что нет приманки на которые клюет абсолютно вся рыба но стример по холодной воде собирает маленькую большую отлично короче работать но это еще раз показывает что упираться в крупняк сильно не всегда стоит даже на самом деле нельзя упираться в одну приманку даже в стриме да даже вот на такую маленькую приманку можно поймать вот такие бонусы друзья главное правильно фотографируйте рыбу так она трофеи запоминается еще больше все норм все готово да так мы несмотря на то что сегодня берем рыбу мы эту конечно же не будем брать мы такие трофеи ну всегда отпускаем не нужны нам котлеты для этого есть другие размеры рыб поэтому она живая отлично уйдет сейчас перевернется ну что ты готова давай до пятнашки в следующем году прости вот это за финале так за финале то есть дело это не в крупных приманках в руках не пахнув самое интересное сегодня просто тотальная бесклеве рыбы нет выхаловать и практически какие-то единичные особи мы ни один вечер не ловили нормальную рыбу максимум мелочь и сейчас уже вечер когда уже нужно выезжать домой и она клюнула это значит никогда не сдавайтесь до последнего последнего последние минуты кидайте приманку в воду и у вас получится ну что друзья вот и закончилась рыбалка у нас все вы в принципе видели в общем победил кто у нас евгений маленькая приманка петух вот все что от него осталось кстати в воде он конечно выглядит по-другому он тем не менее евгений еще сказать да все было офигенно каждому желаю бывать на таких рыбалках мозги выключается про все забываешь отдыхаешь просто офигенное хобби ну класса поважали рыбу поклевки у меня конечно редкие но ничего зато такая мощная и классная сейчас выдвигаемся в лагерь дальше будет много еще интересного не переключайтесь поехали так друзья мы плавно переместились в шатер сейчас будем ужинать у нас как обычно есть что вам показать есть всякие новинки что-то новое у нас всегда и вот у нас допустим сейчас появился вот такой вот гриль овощи у нас получились вот так вот евгений взял в пакет все сложилось еще получается масло добавил до масло соль перец масло соль перец у нас вареная кукуруза перец красный и же пиньоны да и также мы колбаску сейчас взяли мы разогрели гриль сейчас до 200 градусов сейчас открываем закладываем и потом вам покажем он стать газовый на газу вот мы здесь подключили и потом покажем что получилось погнали итак вот такая красота получается сейчас это все переворачиваю 200 градусов выдерживаю все это у нас получается очень вкусно жаль и вам не передать не запахов и не вкусов но я думаю вы поверите на слово ох какая получилась колбаска то недавно пользуюсь грилем конечно еще мог а мало опыта но перспектива вообще очень крутая на балконе даже достал приготовил хотели вообще судака в беконе сделать но чё-то он не клевал да 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 вы знаете обычно я ж за повара в нашей компании а тут андрей решил меня удивить ради этого стоит брать прицеп и привозить все на рыбалку и вот сейчас народ полезет в холодильник кушать подано нормально садитесь жрать пожалуйста любить пожалуйста ну что мы начинаем собираться сожалению рыбалка закончена эти три дня проведенная здесь вообще прошли отлично успешно вот потихоньку мы начали собирать палатку печку я уже убрал спальники все уже собраны раскладушки и так далее но пока еще это находится в палатке то что у нас периодически дождик прокрапывает вот перечивали как всегда отлично в так вот она теперь выглядит печка вот потихоньку вещи начинаем таскать сюда лодку разряжаем раскладываем спускаем в общем сейчас но сейчас первую очередь будет завтрак друзья но у нас сегодня будет очень насыщенный день поэтому нужен нам плотный завтрак у нас есть гриль решил почему бы не сделать бутерброды как из детства помните когда у всех только появились микроволновки и все делали бутерброды там колбаса сыр с хлебом микроволновки мы сделаем рецепт уже таким соответствующим грилю а для этого нам понадобится хлеб помидорка бекончик и сыр и начинаем почему вчера так вкусно поели овощи так здорово было что решили утром повторить перед тем как поехать вот покушать как же мы сделали в общем все в пакете со специями перемешали и специи и готова сейчас это дело выкладываем ряд так лучок так у нас прошло 5 минут а мы сейчас будем переворачивать овощи и заберем бутерброд смотрите какой получил вкусняшка вообще это заберу вот я начинаю переворачивать плавник вот сам это курс сказать вареная все переворачиваем и оставляем еще параллельно булку кладем разогреваем ее хлебка тепленький совсем по-другому во рту ведет себя так ну что у нас завтрак культурный небольшой завтрак виде овощей это кукуруза лук у нас есть грибочки у нас есть вот эти бутерброды из детства да и и шинка с беконом . помидор остатки хешки которые очень вкусно в общем мы любим так вот культурно перекусить да евгений люблю я вкусно пожирать она наверное и видно ладно мы снимать то не будем как мы едим то и у вас и так наверное в животе бурлит шум и гам да приятного всем аппетита все погнали погнали да есть что у нас яичница тоже непростая здесь бекончик здесь лучок все свежее все вкусное горячее губы оплетение как папа говорит смачно ешь мы ведь не будем показывать как мы едим все горячего до 3 штучки 1 убежала у нас это ну обрезала этот самый по морде короче винтом дали это это он винтом получила немножко длинную сделали но так что у нас лофт небольшой а так здесь сколько 10 килограмм до в суточной также то есть ночевой с ночевой если то 20 то же как доказать что человек ночевал или не ночевал каких-то косвенным признаков я же могу доказать что я ночевал чем уже не нарушили правильно данного там забилось этим мусором и да да а то мы прошлый раз окунями пробили дно спасибо пришел инспектор ходит проверяет у нас улов посмотрел что-то ищи тоже 10 ставят видимо сейчас пойдет снимать рыбоохрана все под контролем здесь рыбаки сразу разбежались и тут нос после эти которые ставили сейчас будут походу снимать тут много их так вот ребята если выбрать всю рыбу сейчас у нас так вот но я его спрашиваю ничего мы не привысили угадание 20 килограмм на человека можно типа сначала если то есть нам можно было 40 килограмм если бы все брали он входит короче приехал рыб инспекция там стоит машина сзади и у нас проверили улов в чем это вообще находимся вот он ходит сзади сюда идет опять ну молодец мне помогут лодкой сюда уже хороший продолжаем собираться ради вещи друзья мы все поехали по домам загрузились и сотрудник рыб инспекции так пообщались сказал что дорогу развезло дождями и нам предложил помощь небольшую показать другую дорогу но даже по ней я что-то сомневаюсь что мы проедем ничего сейчас посмотрим ну да тут блин тяжело так а если вот здесь вот цепляться короче рыб инспектор сам застрял приезжал трактор вот но ему местные подсказали что мы там сидим и он подумал что мы в опасности чем пришел сам на помощь помогать мы как бы как раз собирались то есть мы сидели долго на берегу не из того что застряли а из-за того что ну просто планировали так рыбалку хорошо сейчас подсказала мы сейчас будем выезжать стараться объехать здесь были на чем инспектор крутой мужик блин вот сибирские инспектора классные адекватные мужики пообщались с ним говорит мы особо никого не штрафуем от особо наглых каких-то там реальных браконьеров да в отличие астраханских вот этот прям попался вообще отличный помогает нам так рыб инспектор завел мотор мы так поняли что сейчас будем дергать вот здесь вот то что вот эти торчащие корни пеньки непонятные вот здесь он сейчас сядет нифига все покупаю форестер себе покупаем форестер продаю прайдик а вы здесь застряли да вы здесь застряли а дальше то есть евгений удивляешь я не умею ездить по грязи тут я сам удивил это взял и проехал еще мало то что не умею ездить по грязи еще и с прицепом вообще чудеса какие-то пиксы нам помогла чуть-чуть хорошие нас инспектора да нормальные сибирские мужики не так что там эти астраханский астраханский пип ну все надо приехали спасибо до свидания все надзор нас спас как это неудивительно на этом серия закончена и наверное сезон летние жидкой воды тоже всем спасибо кто посмотрел был очень круто эмоционально рекорд взят но не каждый из нас взят взял поэтому на следующем году мы приедем наверно опять да обязательно приедет будет еще интересно спасибо что посмотрели пока